всем привет и добро пожаловать на мой канал pulsar tech сегодня мы рассмотрим такую интересную программу для просмотра фотографий которые называются infan view и если кто-то из вас еще не не выбрался по какой-то причине программу которая любит рассматривать фотографии то этот видеоролик будет именно для вас итак начнем в общем программка очень простая очень маленькая по объему не занимает много места на компьютере но в то же время на очень функционально и ей легко пользоваться в нее нету много всяких функций которые вам не нужны и которые вы никогда в жизни не будете использовать и тем не менее здесь все есть все что вам нужно итак давайте посмотрим вот например для того чтобы открываем фотографию не автоматически уже по умолчанию стоит эта программа поэтому я у меня открывается вот именно в этой программе и так очень первая первая функция которая очень хорошо построена в этой программе для того чтобы перейти в режим полноэкранный чтобы можно было рассмотреть лучше то что мы смотрим на то что мы смотрим нашу фотографию мы просто нажимаем enter и она автоматически становится на весь экран для того чтобы выйти из полноэкранного режима нажимаем escape очень просто и удобно для того чтобы закрыть программу нажимаем escape то есть для того чтобы просмотреть фотографию нам нужно нажать все лишь две клавиши следующая очень интересная функция в этой программе это как мы видим есть стрелочки для просмотра следующие фотографии и предыдущие но нажимать эти стрелочки если вам нужно просмотреть тысячу фотографий как-то несерьезно и очень утомительно поэтому вы можете просто использовать мышку и прокручивая колесико вниз листать на следующую фотографию прокручивая колесико вверх возвращаться на предыдущую очень легко и удобно да не правда ли вот следующая функция которая очень это уже функционально номер три которая вам очень понравится если вы будете пользоваться этой программы это увеличение для того чтобы увеличивать вы просто нажимаете плюсик на клавиатуре и вы можете использовать колесико для вращения вверх и вниз что довольно удобно вам не нужно нажимать кнопки на дисплей и потом используя бегунки чтобы просматривать вверх и вниз это очень неудобно поэтому здесь вот эта функция очень удобно также у вас здесь есть доступна информация по информации файла можете нажать и просмотреть всю подробную информацию об этом файле какой его размер если вам нужно знать какой формат и все такое следующая функция которая очень очень понравилась мне я использую и часто в редактировании фотографии если мне нужно как-то выделить или выбрать фотографию создать другую фотографию из-за существующей это например следующая функция мы берем просто левой кнопкой мышки выделяем область любую которая нам нужно нажимаем вот эти вот ножницы вырезаем ее потом открываем можем свернуть эту фотографию открываем еще одну еще один раз открываем эту же программу нажимаем control в и вставляем ту область которую мы только что вырезали затем мы можем заходим в файл сохранить как и мы можем написать название и здесь будет очень много различных форматов которых мы можем сохранить то есть практически эта программа позволяет он сохранить в любом формате который вам нужно довольно легко и просто не засну вам не надо заморачиваться над миллионами настроек фотошопа если вы не собираетесь делать фотографии фотошопе вот следующая то есть и здесь тоже есть довольно таки много настройок можно выбирать качество лучше меньше больше то есть все это можно делать очень хорошая функция и таким образом можно это выделять ту область и сохранять в отдельной фотографии следующая функция которая я лично пользуюсь это называется resize resample часто бывает такое что ваша фотография по какой-то причине не подходит по размеру и либо по масштабу и таким образом вы не можете и загрузить в интернет для этого можно очень просто можно использовать эту вот функцию resize resample которая предоставляет вам возможность легко выбрать тот размер который вам нужен например сайт нам не дает загрузить фотографии более 1000 пикселей до мы выбираем ширина 1000 пикселей автоматически сохраняется пропорция высота 750 пикселей также можно выбирать сантиметры дюймы но честно сказать никогда этим не пользовался всегда все измерял в пикселях вот и таким образом это также сохраняет уменьшает размер фотографии сейчас мы это убедимся в этом нажимаем ok затем нажимаю сохранить как сохранить как и давайте назовем этом черточка 1 и вот сохраняя в формате jpeg то есть так в том же формате в котором фотография была изначально нажимаем сохранить и теперь давайте посмотрим ребята как у нас это получилось и так вот наша оригинальная фотография а вот наша фотография которую мы создали до черточка 1 и так давайте посмотрим разницу в размере заходим в настройки windows свойства и мы видим что оригинально из размер составляет один мегабайт не очень большой размер но некоторые сайты и такое не дают загрузить или может вам нужно просто сделать какую-то аватарку которая должна быть маленького размера и давайте посмотрим сколько занимает наш новый файл 138 килобайт вот нам и радость мы сделали это в течение 30 секунд а если делать часто так можно и за 10 секунд вот и таким образом вы уменьшили как пикселей так и размер картинки я считаю что это очень хорошая функция если вам необходимо когда-либо это применить то есть очень легко просто никаких лишних заморочек нажимаете и поехали вот и таким образом что еще можно сказать по этой программе чтобы вас сильно не утомлять как бы если будет какие-то вопросы можете задавать но я думаю что в принципе так все понятно можно разбирать и часами конечно тут столько много разных фишек поэтому она такая функциональная но по размеру она очень просто она очень маленькая и она просто вот так что принципе вот и все что хотел вам показать программа замечательно я пока что не встречал другой программы которая была заменила эту программу и рекомендую вам всем попробовать и уверен что вам она понравится и вы будете довольны а в комментариях вниз внизу можете описать какой программой вы любите пользоваться и почему и мы тогда можем обсудить и возможно я сделаю обзор сравнения для двух программы мы посмотрим в чем разница а на сегодня я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего дня всего хорошего до свидания